допустим доцент узнал то есть он узнал что у меня климат сибирский наверное не поверил чтобы продолжать со мной общаться наверное как ученому ему надо было заглянуть сводки тогда уже 10 лет прошло всего уже можно было вот и все получается я ему говорю приезжайте к нам на колыбу звал к себе а он говорит нет лучше вы к нам поняли да иронию смотрите сто или сто пятьдесят видно ровно зато прошли годы я вам показывал эту таблицу это уникальная таблица мне переслал курдюма почему сейчас вы поймете не переслал курдюма так и мне он добыл его у бойковой и здесь не исправлена ни одна точечка запятая ничего вот средняя зимняя температура три зимних месяца новосибирск 18-20 это пропускаю специально красноярск 18-20 напротив майне мой этот там холоднее чем майне 17-19 то есть у меня погода такая же как красноярске и новосибирске то есть все что у меня растет могло бы расти уже вдоль всего трансима раз ну целярность потеплее а вот это несколько лет я не замечал так бывает не интересовало мне вот это вот а когда я спохватился я что увидел что температура на высоте 10 метров холоднее чем на почве на 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 10 метров холоднее чем на почве поняли, да. Вот это вот доверчивость наша странная, страшная. Я начал, когда я потом покажу это, среди-то письмо из председательного хозяйства, лучше когда-то был этот самый раскрученный журнал, как он на меня обиделся дико. Ну, я-то сам мерил температуру, вешал градусники. Вижу, что сказки, что чем выше, тем теплее. Вот. Это на самом деле сказка. Это кто-то один раз сказал, потом тысячи миллионы не проверили. И давай делать скелетные прививки. А они плохо держатся, потому что, когда понимаете, человеку пришивают почву, моему другу пришили почву, он через год всё равно умеет. Видите как? Горько. А потому что организм я взял и отторгнулся. Оторгнул и сам же умеет. Генетическая несовместимость. А здесь получается так. Если я говорю, плеваю, ему у самой земли, вот на таком расстоянии, да? Об этом ведёт речь вот тут вот, да? Вот видите, я ещё потом, у самой земли я подчёркиваю. А не может, а там только корни внизу, и вот такой огрызочек штаба. А не может выпихнуть, уничтожить. Сейчас уничтожает, но не так часто, как если бы привели в эту боковую ветку. там расправа гораздо круче, шансы 10 раз меньше. А начиналось с того, что я делаю, добываю персики, делаю, уже размножаю персики, делаю, допустим, ну сейчас цифры, так, у среднюю. У среднюю, значит, персики у земли, допустим, 10. На высоте метр 10, на высоте 2 метра 10. На высоте метра 2, все мёртвые весной. Следующая весна. А у земли живые. Ну вы скажете, что там же под снегом отлежались? Я говорю, нет, снега не было. Вот тогда, и вот только когда, я начал своё наблюдение печатать в газетах, в журналах. Мол, давайте проверить. Я повесил градусник. Оказалось, что чем выше тем теплее, сказка, видите? А это всё студентам надо знать-то, вот на этом уровне. Но если бы я ещё на том же уровне, а чё-то, правда, зачем ехать железом? Вот. Зачем? У него климат, как на Украине, кто-то ему, может, уже и сказал это. Но когда я вот это увидел, вот это вот, вы представляете, что я увидел-то? Я увидел свою правоту. И вот теперь-то можно эту таблицу изучать? Это в Тимиреевской академии, а? Ведь сколько ошибок можно избежать? Но главная сенсация впереди. Вот. Уровень я тоже когда-то издевался от этой фотографии. Вдвоём держат вот это здоровенное дерево. Второй, значит, двоём, двумя совочками, вот этот вот пятилитровый горшок наполняет. Вот. Вот эта несовместимость дикая. Размеры горшка и этого. Неужели им не стыдно позориться? Я вот этого понять не могу. Расчёт на того, что придёт зелёный студент 17-18 лет, через пять лет выйдет из этой Тимиреевской, и такой же уровень будет, как у них. То есть никакой. Мне вот это смущает. Как это? Вот. Да ещё с голыми корнями. Как это? Это же фикция, что вырос. Вот. Видите? Ладно. За ними тянутся уже просто. Это же умудриться растить, растить, растить. И, мне кажется, сами продукции, они не отслеживают судьбу своих саженцев. Я отслеживаю. Я отслеживаю. Я отслеживаю. У меня связи-то с вами же. Вот. Сделать вот такой вот штамп, с зелёными листьями продать, с гулькину этот самый, нос этого самого, там земли, так, и немножко корней. И вот это вот всё обречено на смерть, потому что это всё будет на морозе. С десятками, десятками ран. И они практически все погибнут. Ну и научили. Ну и чему их научили-то? Это повсеместная российская беда. Я ответил на ваш вопрос. забыл, как вас зовут. Вот. Биологическая несовместимость. На лишнее принято черешня. Вот. Когда-то, сейчас мы не будем, проходили, закон сопочинения почек. Вот. Это мой закон. Можно назвать постулат. Кто-то один суден знает об этом? Да я больше никогда не узнаю. даже когда станет академиком по какой-то случайности. Ну, эту фотографию я же как готовился. Вы спросили, вы просто задали общий. Вот. Это я однажды, однажды я нашел, я назвал плакучая вишня. У кого-то из соседей. Сфотографировал и забыл. Вот. Ну, эта фотография просто уже более детальная. Видите, что здесь получается? Вот она, степная вишня. Если за ней не уходят, она вот так вот растет. Ну, позже от нее мало. Еще раз. Или внедряем гены серешни. Вот как здесь. Здесь получилось так. Еще два года она погибла. А вишня укропнилась два раза. Тоже неплохой результат. Хотя и жалко, что серешни погибут. Это мои первые опыты. Я бы, наверное, вот тут бы постарался бы еще ниже быть. Правильно? Вот. А уже потом я перешел на это. Уже тут получается не один к одному здесь, когда я перебрал. А я уже делал три года брал вишню. Метровые. Их там, они сами лезутся под землей. Кольные ватру. Брал вот с таким вот диаметром сечением. И внедрял вишню вишню вишню. И тогда, и до сих пор они растут, плодносят. А не получается этого. Не получается ни отторжения, не такого обгода. Ну, это так я походу. Мы говорим про вишню, правильно? Вот. Это я просто нашел. Вот, иду по этому. Смотрю, привет, землячка. Света, что это у тебя? Они сами купили от предыдущих хозяева. Я смотрю, вылитый дюк. Очень крупная вишня. Фотографировал, хотел веточку взять, привить. А так и не это. Вот и сейчас растет. Фотографировал 10. Вот. Сейчас еще раз по внедрению. Только мне надо покинуть ли себе глоточек этого самого свежая. Давайте маленький первый раз делаем на две минуты. Мы проговорили ровно час. Это все, это не оленоваться. Не надо было задавать такой вопрос общей памяти. Так. Вот смотрите, это старая фотография, еще сделана мыльницей. Так. Это та самая, Даша еще была ребенком. Вот. Это, она здесь жена только для того, чтобы показать возраст, чтобы я вспомнил, когда это было. Итак, я поливаю черешню. Каждой вишне, вот этот целый ряд, это соседи, мы напротив. Это сейчас, этот участок, я выкупил за хорошие деньги. И вот получилось так, я соседу сказал, Олег, вот сейчас вот она, а сказал, когда только привел, прошел год, ровно год. Я говорю, теперь вот это вот отрезаешь, и, наверное, еще одно отрежешь. Черешня будет полагать расти, ей нужно солнце, и соки. А вишня, она родной, она не даст. Короче, он отказался отрезать, еще год, и все скелетные вот эти прививки оказались мертвы. То есть, черешня не пошла. Ну, а вишня, вот я показывал, рассказывал, как подъезжают, это было уже не один раз, едут на грузовике, ой, а там высоко, все птица. А мы с кузова, из кузова, ребята, это самое, берут, а потом гостями едят. Хотя она вся в пыли, просит у меня, чтобы помыть. Вот так вот эта вишня была облагорожена. Не одна, а все. Но это больше всех получилось. Потому что больше всех продержалось черешню. Вот это та самая гибридизация. Еще раз говорю, девчата, гоп да куча. А это то же самое, вот это дерево, да, скорее всего, вот это оно, вот, с правого угла. Вот она такая есть. Но вы можете обратить внимание, что она довольно приличная для Сибири. Вот согласитесь. Она уже не выглядит какая-то мелкая, нечасто, зачухана. Ну, с годами она начала тихонечко опять терять. Терять, терять. Наступил период зрелости, а потом все-таки это Сибирь. Вот. В общем, что есть, то есть. Особый случай, вот той самой вишни жуковской, ну, я показываю самые крупные плоды, вишни жуковской, была срезана чернки и подарена Чернебаеву, вы его знаете. Вот. Вырастил три саженца, на всех трех местах вишни, а еще раз говорю, официально, я приду название вишни с генами черешни. Вместо вишни вырастет черешня, по крайней мере, листья огромные, и вот. Две оставил себе, а одну подарил мне, привез не просто в ведре, а ведро было такое огромное, как три ведра в одном такой, целый бочонок. Вот. Я такой счастливый был. Неужели сбываются мечты идиота? Ага, черта два. Но второй год все три его две вишни опять стали еще мелкими черешнями. Ой, вишни, черешни, якобы черешни, якобы, псевдо-черешни с огромными листьями стали опять вишнями, и в том числе и та, которую он мне подарил. Вот так вот. Вот. Потом последнее меня добило, я закончу эту тему про вишни. Меня добил новый русский, вот, худри живет, там же, где я жил, я ему вырастил пять черешин, хотя через год три из них были мелкие кислые вишни. Вот так вот. Вот. И вот разницы принципиально между вишнями и черешнями нет, то вишней бродят гены черешни, потом происходит замена, получается это черешня, в которой бродят гены вишни. В общем, черт ли что. И так, теперь окончательно вам отвечаю, дорогой человек, уже забыл, как вас зовут, так сказать, будет еще непонятным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok